По-зарожному подписано на выполнение... Мы же сказали, куда сыпать. Мы же своим транспортам увозили. Мы ждем конкретные, собственно, объемы, которые от них требуются. Они их готовы давать, эти объемы. Сейчас они, в принципе, дополнут, даже сферсоглашение, это выдают объемы на отсыпку. Доварь, и зато дает слово, что они все выполнены. Отлично ответственно. То есть вы гарантируете, да? У нас железный таблищик. Да. Хорошо. Если нет возражений, согласились. Спасибо. Данный вопрос был ответственным документом о терпланировании Таокского района. Было принято реаксплуатацию проследить выполнение санитарно-защитной зоны в случае необходимости ее установления. Дальше. Какие сроки проекта будут реализованы? Какое количество рабочих... Компания «Экодом» мы работаем открыто. Срок был реализации, уже был утвержден проект по финансированию Россия Хосбарка. Фактически все 60 миллионов в течение трех месяцев они будут вложены. На сегодняшний день уже приступили к строительству дополнительной дороги. Там строительство вот этой основной дороги, чтобы она была полностью отремонтирована. Взяли под свое обязательство, чтобы всегда дорога была полностью отремонтирована, чистая. Также поселку мы предоставили, жителям поселка мы предоставили особые условия для того, чтобы каждый себе смог хорошие заборы сделать. То есть фактически бесплатно мы людям делаем там заборы, чтобы поселок расцвел был красивым. Все моменты касательно требований поселка мы учитываем. А что касается выезда на федеральной трассе, там тоже есть ограничения. Те дороги, федеральные дороги и прочее. Они же действительно ставят в последние два года. Там контроль идет, вы же не возите, да? Ну, фактически через поселок. Вот есть выезд через поселок. И фактически это было на период строения. Там был поток машин, сейчас поток машин значительно уменьшился. Поэтому люди должны быть, скажем так, без претензий. Во всяком случае, сейчас мы асфальтируем дороги там в поселке. Спасибо. Своими заставят свои средства. Ну что, согласились, да? Подобного рода переводы, они будут осуществляться только в том случае, если, так сказать, запрашивают муниципальное образование, чтобы дальше муниципальное образование могло подобного рода объекты выставлять на аукцион и, соответственно, получать справедливую стоимость. Мы несколько раз заворачивали по Богородицкому району два таких проекта. Почему мы здесь должны соглашаться? Я не очень понимаю. Мы так и будем. Это же Веневскому району деньги не нужны? Да. А можно у застройщика спросить? Вы сколько заплатили за этот земельный участок? И у кого вы его покупали? Микрофон, подходите. Представитель компании, представляете, фамилии, имя, отчество, занимаемая должность. Микрофон включается. Палаев Роман Насирович. Так, у кого вы покупали эту землю? Участника. А за сколько купили ее? За какую цену? Акционы покупали, я уже не помню. На аукционе? Сельхоз назначения? Участника. Участника покупали. Это покупали юристам. Я не помню уже за сколько покупали. Ну давайте вы как вспомните, приходите. Хорошо? Хорошо. Давайте мы за эту же цену, какую покупали, выкупим на муниципальное образование. А потом выставим, переведем эту землю под придорожную историю. И дальше выставим на аукцион. И посмотрим, сколько за эту землю дадут нам денег. Муниципальное образование. А если вы покупали как сельхозное назначение, ну и выращиваете там картошку? Мы так выращиваем в Невском районе. Где? Прудыши, Гати. Как? Прудыши, Гати. Так. Я так выращиваю, я уже 4 года занимаюсь этим. Хорошо. Сколько у вас там земли? 200 гектаров. Да. Это что выращиваете? Картошка. Картошку? Да. Рабочих мест у вас сколько там создан? Там на момент около 10. Это бухгалтеров, юристов и остальные рабочие трактористы и все так далее. Так, Миляев у нас здесь. Михайлов, да. Вы знакомы с... Вы как фермер, да? Да. С этой организацией мы не знакомы, они у нас не очагаются. Ну давайте вы познакомьтесь, а мы пока не будем рассматривать. Зотов, если вы так будете подходить избирательно к разным историям, то вы, как и ваши предшественники, тоже, наверное, не очень долго задержитесь на столь высокой позиции. Не знаю, можно тепло. Спасибо. 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 Спасибо.